День с толком Смотрите в этом выпуске Тепло ли вам, яровчане? Почему жители города-курорта замерзают? Вакцина из интернета Барнаулец сам себе поставил прививку Чем закончился медицинский эксперимент? Это хорошо, что все хорошо закончилось Кумир подростков и барнаульская звезда тиктока Людмила Брачун собралась искать своего принца в Москве Мужчину от 32 до 40 лет Чтобы был не нищим 20 место из 78 занял Барнаул в рейтинге В котором оценивали качество жизни в том или ином населенном пункте Причем делали это сами жители Критериев было несколько Состояние жилфонда и дорог Общественного транспорта, полиции Развитие образования, культуры, медицины Работа местных властей А также общая оценка положения дел в городе В результате Барнаул вошел в двадцатку, обойдя Калининград, Нижний Новгород, Владивосток Кстати, выше всего жители Барнаула оценили работу местных властей По этому критерию краевая столица и вовсе в десятке лучших А вот хуже всего люди оценили медобслуживание населения Переходим к другой теме Неделю назад в Яровом ввели режим ЧС Решение о судьбе маленького города принимали лично губернатор А на днях на месте побывала оперативная группа от Алтайского правительства В чем же проблема Ярового? Кто не может поделить ТЭЦ и почему мерзнут жители? Развязать клубок вопросов пытался мой коллега Андрей Дрейр Вот у меня, пожалуйста, обогреватель Маленькая комната Закрыта дверь И целый день молотил обогреватель Так Людмила согревалась в квартире с утепленными стенами После череды аварий на Яровской ТЭЦ По официальным данным, температура в квартирах снижалась до 14-17 градусов Но у жителей другая информация Ну вот когда началось это все Ну 13 градусов То есть я вот жила в маленькой комнате Видите, я даже не убираю обогреватель 13 градусов? 13 градусов И сколько суток держалась такая температура? Наверное, недели две Позавчера, по уверению яровчан, тепло вернули, но квартиры еще не нагрелись По официальной информации, ООО ЕТЭК не смогли поддерживать должный уровень тепла Потому что пришел некачественный уголь В самой компании нам объяснили, что предприятию вместо того, чтобы начать готовиться к отопительному сезону Пришлось отбиваться от судебных исков Их направляли в адрес ООО ТПК Ресурс владельца теплоцентрали Было даже подано на банкротство, на ТПК Ресурс со стороны налоговой Мы выплатили все долги, это самое банкротство мы, значит, ликвидировали Потенциальное банкротство 3 числа подписали мировое соглашение 5-го прокуратура опять пишет иск И опять служба безопасности банка видит иск в отношении, значит, потенциальных заемщиков Мы не смогли кредитоваться Мы не смогли кредитоваться на... Воспользоваться теми кредитными линиями, которые были подписаны Для закупа угля в том числе Ну, неважно, кто их подвел, почему это произошло Череда аварий, затем снижение температуры по причине качества угля Ну, все это является следствием ненадлежащей работы В режиме ЧС правительство края передало управление ТЭЦ в руки уже муниципального предприятия Которое и раньше стояло у руля Проблема одна Все оборудование требует ремонта, причем срочного И если ООО «ЕТЭК» планировало проводить полную реконструкцию на банковские кредиты То МУП «ЕТЭК» не могут говорить даже о текущем ремонте Ведь долги организации – это сотни миллионов рублей Допустим, за уголь, БИСК «Энерго», да, то есть это СГК Мы должны на сегодня 147 миллионов Вот, по СДС углю порядка 57 Ну, а ООО «ЕТЭК» это помогут? Ну, как бы письма пишем, просим ООО «ЕТЭК» о помощи В администрации Ярового уверяют, что будут поддерживать МУП Муниципальное предприятие, учредителем его является городская власть, администрация города Соответственно, всю необходимую поддержку мы ему будем оказывать А нам, в свою очередь, будут оказывать поддержку правительства Алтайского края В том числе финансово Муниципальщики уже взяли ТЭЦ под свое управление Но теплоцентраль все еще принадлежит бизнесу компании ТПК «Ресурс» Конечно, администрация города хочет забрать объект обратно в свою собственность Ведь в 2016 году котельную за 160 миллионов продали именно для того, чтобы предприниматели провели на ней реконструкцию Это условие договора не выполнено Значит, муниципалитет вправе ждать возвращения котельной, если так решит суд А Людмиле, как и остальным яровчанам, остается запасаться коврами и обогревателями Ведь зима только начинается Так это еще нет зимы, вы понимаете? Еще нет зимы, нет еще морозов Андрей Дриер, Андрей Печоркин День с толком Каменский мировой суд признал виновным отстраненного главу района Федора Найдина Его обвинили в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности Суд назначил ему штраф 300 тысяч рублей Сохранит ли Найдин должность, расскажет Максим Панков Наш коллега с Каменских известий Он присутствовал на заседании Следствие полагало, что в 2017 году Федор Найдин, пользуясь своим служебным положением Вынудил заведующих детских садов перестать покупать хлеб у одного предпринимателя И приобретать его у другого, его снохи В то же время до директоров общеобразовательных учреждений было доведено требование Расторгнуть договор по вывозу твердых коммунальных отходов с предприятием Вербена И заключить с недавно созданным предприятием Каминсервис Согласно уставу Каменского района, глава Федор Найдин должен быть отстранен от исполнения своих обязанностей Решением районного собрания депутатов Судья зачитывал приговор около двух часов Подсудимый вел себя спокойно Никаких заявлений по окончанию чтения приговора он не сделал Пока остается неясным, будет ли обжаловано решение мирового суда Сторона обвинения или подсудимый Первый ремонт за 60 лет В Косихинском районе приступили к замене крыши Дома культуры, которые ежедневно принимают сотни певцов, танцоров и актеров Работу проводят в рамках краевой адресной инвестиционной программы, в которую ДК включили летом На время ремонта репетиции и выступления не прекращают Жители говорят, без Дома культуры не могут Почти так по-хозяйски Вера Морозова вошла в этот зал 15 лет назад, когда переехала в село Налобиха Сначала здесь нашла работу, мыла полы, продавала билеты А потом распелась, разыгралась, сама поставила спектакль и обрела второй дом Мы поем в вокальной группе, я пою там все у нас пенсионеры Почти на каждом концерте у нас сценки получается, мы делаем садик, привлекаем ребятишечки У нас выступают тоже всегда школьники, вот танцы у нас Дочь Веры Морозовой Галина несколько лет назад поздравила маму песни и сама поет уже 5 лет А сын Галины, Сергей, попал на сцену даже раньше мамы Бабушка привела его в ДК еще малышом А уже благодаря юному артисту на сцену пришел почти весь класс и даже мальчишки Собираемся с моими друзьями, с одноклассниками, танцуем Еще иногда читаю стихи, бываю ведущим Поколениями в ДК приходит не только эта семья Поют, танцуют, читают стихи и здесь душа поселка Артистов у Дома культуры 127 человек Ежегодно такой состав проводит больше 200 мероприятий каждый второй день Но здание ветшает У нас отходит стена так, что мы прям вот смело можем ладошки засовывать Крыша дырявая какая-то И все текло, прям потоком шло после дождей весна Это у нас вообще страшно Это у нас прям здесь постоянно вода стоит И муркнет и начала отходить крыша Ой, крыша стена отходить стала И вот там у нас прям щели такие страшные Этому зданию 60 лет, ремонта здесь никогда не было Металл, которым крыли крышу в 50-х, давно проржавел Теперь она течет и разрушает уже сам ДК Кровля – главная беда здания Несколько лет назад костюмерную перенесли в кладовку подальше от сырости Мастер-классы спустили в зал Но когда уже в зрительном зале стала падать потолочная плитка К решению проблемы подключилось все село Просчитав ремонт, прикинули свои силы С дело с метом мы поняли, что мы можем Наше село миллион, полтора в наших селах Три, нет, не в наших селах То есть не только краевые должны быть средства, федеральные В 2018 году в ДК подготовили все документы И подали заявку в краевую адресную инвестпрограмму, но не прошли Летом 2019-го депутат Госдумы Александр Прокопев Обратился с ходатайством, чтобы ДК включили в КАИП этого года И заявку села одобрили Об этом я просил лично и губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко Над этим вопросом работала большая команда и специалистов И непосредственно жителей села И нам удалось собрать все документы для того, чтобы финансирование было выделено именно в этом году Сейчас, как говорится, мяч на стороне поля непосредственно подрядчика Мы сегодня поговорили с Валерием Анатольевичем Я думаю, что он будет стараться сделать все качественно и в срок Срок исполнения контракта 60 дней То есть до 20 января Снять старую кровлю Снять стропила, сделать новую кровлю, утеплить Кстати, по расчетам подрядчика, после работы на крыше должен остаться резервный материал Его планируют пустить на частичную замену потолков Эта работа понадобится, как минимум одно ветхое место строители уже нашли Между тем, в налобихе мастеров не торопят Говорят, пусть делают на совесть Елена Кузовкина, Анастасия Дороган, Илья Халяпин, Алексей Фризин День с толком Прививку от гриппа, оказывается, можно поставить себе самостоятельно Без участия врачей и не простаивая в очередях По крайней мере, так сделал наш коллега из Комсомольской правды Денис Борзов Вакцину он купил по интернету Чем история завершилась и почему у медиков округлились глаза от рассказа про такой эксперимент Далее в сюжете Скажем сразу, наш герой жив и здоров Мало того, уверен, что долгое время не болеет В том числе благодаря прививкам от гриппа Раньше ставил в медицинских учреждениях В этом году решил сэкономить время Оградить себя от чихающих И приобрести вакцину онлайн Все про препарат изучил Через несколько дней забрал его в ближайшие аптеки Куда вакцину доставили Ты без рецепта, получается, взял? Я, да, взял без рецепта Потому что на один медикамент, который был в списке, у меня был рецепт И на другие уже особо внимания не обращают То есть получилось так, что я пришел с рецептом, но не со всеми требующимися А это не так активно проверяли Теперь, может быть, будут проверять Юрист Людмила Жгун сама несколько раз заказывала медицинские препараты по интернету Говорит, если приобретать их через официальные федеральные сети И забирать не с почты, почему бы и нет? Другой вопрос, зачем ставить вакцину от гриппа самостоятельно? Если вы не имеете ни образования медицинского Неизвестно, в каких условиях вы его поставили Здесь категорично нельзя этого делать Получается, сам виноват, если что? Конечно Только будешь сам полностью нести ответственность Прививку Денис сделал по всем канонам По крайней мере, говорит, пытался соблюсти меры предосторожности На которые указывали родственники медики Даже температуру померил Это хорошо, что все хорошо закончилось Ну а если бы такая ситуация какая-то экстренная Он там себе дома один Возникает неотложное состояние И что бы в этой ситуации мы потом получили? Несоблюдение системы холодовой цепи Минимальное нарушение температуры хранения таких препаратов Могут привести к серьезным осложнениям Вплоть до анафилактического шока Эпидемиолог уверен, что подобные истории Исключение исправил Приобрести вакцину в сетевых барнаульских аптеках невозможно Мы, кстати, проверили Это действительно так Как случилось, что Денису продали препарат онлайн без рецепта Тоже надо, по мнению специалиста, разбираться Между тем, наш герой готов идти на такие эксперименты и впредь Ведь он читает, что все прошло гладко Хотя мы повторять не советуем Татьяна Голубева, Алексей Фризин День с толком Барнаульская королева тиктока Поедет на передачу «Давай поженимся» Людмила Брачун известный в определенных кругах блогер У нее тысячи фанатов по всей стране Мы встретились с Людмилой И она рассказала нам о своем идеале Каким должен быть ее будущий муж И есть ли шанс у барнаульских мужчин Качу лапони Оленя Яйца генерал, сердцеедка, многодетная мама Королева тиктока, да, та самая Людмила Брачун Популярность настигла ее после 30 лет Сейчас Людмиле 36 Ее знает вся страна Свои видео женщина начала снимать полтора года назад За спиной развод с мужем На руках трое детей Перед лицом фронтальная камера Я вырву твои глаза Что не мог ты смотреть на других Охота была, ну, платье одела Купила платьишко, что-то под музычку станцевать Ну и как бы дочка мне такая предложила Давай, мам, я тебе сейчас на видео сниму Потом смотрю, какие-то люди начали писать мне Что-то какие-то там, как бы я в шоке была 16 тысяч подписчиков в инстаграме 30 тысяч в тиктоке С таким же успехом растет и количество хейтеров Людмила При этом ей заказывают рекламу в соцсетях Ее узнают на улице Барнаульская королева эфира даже устраивает встречи со своими юными подписчиками Давайте я вам мороженки куплю, раз они дети У меня постесняюсь, конечно Ну ничего такого, мы видео снимаем Женщина, которая исполняет танец Крабика Как ни странно, до сих пор остается завидной невестой Людмила считает, что в Барнауле уже не осталось нормальных мужчин Говорит, алкоголиков много Знаете, вот есть мужчины вот И с двумя коттеджами, и с машинами Там, правда Ну, что-то они шампанское там Все на этом заканчивается Есть у меня еще Николас, который в Москве Очень хороший мой Всегда вот любит, меня обожает Сейчас Людмила Брачон ждет приглашение на передачу «Давай поженимся» С ней уже связались редакторы Первого канала Блогер не против завязать отношения с депутатом или бизнесменом И, возможно, скоро Людмила все-таки найдет своего Руслана Мужчину от 32 до 40-ка только лет Чтобы был не нищим Чтобы любил детей Леонардо Декабрио Я бы с тобой на Титанике Луканула б с удовольствием Но ты меня забыл позвать с собой Ирина Корчегина, Алексей Фризин День с толком Подписывайтесь на Людмилу Подписывайтесь на наш канал в соцсетях А у меня на этом все Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза Компания «Эвалар» До встречи